Это наш пятый видео урок из серии обучения для новичков. Сегодня я расскажу, как правильно подниматься на подъемнике. Есть несколько видов подъемников, такие как бэби-лифт, бугельный подъемник тарелочный, бугельный подъемник тибар, его еще называют швабра, а также есть кресельные подъемники и гондолы. Начнем с самых простых подъемников, это гондольный подъемник. Там нужно просто взять сноуборд в руку и зайти в него. На всех остальных подъемниках нам необходимо будет отстегивать одну ногу и ехать в ван-футе. Начнем с техники безопасности. Почему надо пристегивать только одну ногу? Если вы упадете, бугель может сильно замотаться между ног и вас может унести вбок, обмотать об опору. Ребята, выключите подъемник! Подъемник выключите! Если вы все же упали, то сразу выдергиваем бугель из-под себя и отползаем вбок, потому что сзади будут ехать люди, которые могут переехать вас. Также на бугельных подъемниках советую смотреть всегда по сторонам, потому что иногда бугеля отпускают, они проходят рядом с головой и могут вам дать такой неплохой подзатыльник. Если вы новичок, то первые разы можете подниматься с более опытным райдером, который вас может подстраховывать сбоку рукой. Наша стойка универсальна как для бэби-лифтов, так и для бугельных подъемников. Коленочки чуть согнуты, плечи и бедра повернуты по направлению движения, голова также смотрит по направлению движения. Мы не наклоняемся вперед и не отводим таз назад. Первое упражнение, которое нам надо вспомнить, называется скейт или самокат. Пристегиваем ведущую ногу и свободной ногой толкаемся со стороны заднего конта. Это упражнение поможет нам стартовать на подъемнике, а также мы вспомним за счет него, как сойти с подъемника. Далее делаем следующее упражнение. Толкаемся свободной ногой и ставим ее рядом с отстегнутым креплением с внутренней стороны. Это нам также поможет правильно стартовать на подъемнике. Чтобы комфортно поехать на подъемнике, нам необходимо немножко упираться в переднюю ногу. Не надо полностью переносить вес на переднюю ногу, иначе вы сможете упасть вперед. Также заднюю ногу мы не расслабляем, она у нас как дополнительная точка опоры. Разберем технику подъема на бэби-лифте. К этому подъемнику можно подойти лицом или спиной, в зависимости от расположения подъемника и вашей ведущей ноги. Если вы подходите лицом, ваша свободная нога находится за задним кантом. Зацепиться за трос необходимо чуть раньше, чем находится бугель. В то время, когда вы цепляетесь за трос, надо одновременно толкнуться свободной ногой и поставить ее на сноуборд. При этом ваши колени чуть согнуты, упираемся в переднюю ножку и медленно соскальзываем к бугелю. В тот момент, когда вы соскальзываете, задней ручкой нащупайте бугель и зафиксируйте его рядом с бедром. Потому что обычно бугеля просто болтаются, и их нужно фиксировать рукой. Если же вы подходите к бугелю спиной, я советую также свободную ногу держать за задним кантом. Вы подошли к бугелю. Передняя рука нащупала трос. Голова смотрит по направлению, откуда идет бугель. Задней рукой мы также берем трос. Хватаемся чуть раньше бугеля и одновременно толкаемся свободной ногой и ставим ее на сноуборд. Сползаем ниже к бугелю, задней рукой нащупываем его и фиксируем рядом с тазом. Далее мы просто едем с согнутыми коленочками, сильно не зажимаемся, едем расслабленными, и подъемник нас дотянет до верха горы. Какие есть основные ошибки? Первая ошибка. Когда вы не цепляетесь заранее за трос, а сразу же подходите и ставите бугель рядом с собой. В таком случае у вас нет амортизации. Бугель сразу же будет давать вам по ребрам и вы можете упасть. Вторая распространенная ошибка. Когда вы не упираетесь в переднюю ногу, а просто переносите вес на переднюю ногу и бугель вас может перевернуть вперед. И третья ошибка. Вы можете наклоняться в сторону переднего канта или заднего. Для этого мы отрабатывали упражнение на месте. Если мы падаем в сторону переднего канта, подставляем ножку и отталкиваемся. В сторону заднего также подставляем ножку и отталкиваемся. А сейчас расскажу про технику для бугельных подъемников. Она подходит для подъемников с тарелочками или для тибаров. Какой принцип работы у этих подъемников? Вспоминайте, как вас катали в детстве на санках. Родители вам дают руку, вы упираетесь в эту ручку и тогда только стартуете. Очень похожая техника при катании на вейкборде. На подъемнике бугель будет находиться у вас между ног. Соответственно, точка, за которую будет тянуть вас подъемник, находится в районе бедра. Можно имитировать подъем на бугеле. Пристегните одну ногу и попросите, чтобы кто-нибудь вас тянул за штанину или за куртку в районе бедра. Именно такое ощущение будет, когда вы поедете на бугельном подъемнике. Главное правило. Бугельные подъемники – это не стулья. Не надо на них садиться. Это не дополнительная точка опоры, чтобы сесть своей попкой и расслабиться. Вы прошли через турникет с одной пристегнутой ногой, встали, свободную ножку поставили рядом с задним креплением. Обычно есть канатчики, которые помогают вам сесть на подъемник. Немножко упираемся в переднюю ногу. Вам просунут бугель между ног. Главное – не напрягаться и не делать заклоны в сторону переднего или заднего конта. Поднимаемся расслабленными и уже на выходе с подъемника подставляем свободную ногу с нужной стороны. Например, если я еду правой и хочу сойти вправо, то свободную ногу я ставлю за задний кант. Если я еду правой ногой, мне нужно сойти влево, то свободную ножку я могу поставить за передний кант. Те же самые правила действуют, если вы ездите левой ногой. Самые распространенные ошибки при использовании бугельного подъемника. Первое. Вы делаете заклон в сторону переднего или заднего конта. Для этого мы делали упражнение на месте. Подставляем свободную ножку, отталкиваемся ей и возвращаем ее на сноуборд, чтобы тело выровнялось. Вторая ошибка. Когда вы стартуете или уже едете, сильно переносите вес на переднюю ногу. На небольшой кочке вес может уйти на нос сноуборда и вы улетите вперед. Третья ошибка. Вы пытаетесь сесть на подъемник. Центр тяжести смещается к хвосту и вы падаете. Поднимаясь на подъемнике, мы опираемся на две наши ноги. На бэби-лифте траектория нашего движения прямая. Мы не можем делать повороты. Если мы едем на бугеле, то мы можем отъезжать вбок примерно на метр. Если вдруг нам нужно объехать какую-нибудь кочку или людей, которые упали. Если перед вами кочки, вы можете их просто проехать прямо или объехать сбоку. Если вы все-таки решите объехать кочки, то внимательнее переносите вес на переднюю ногу, чтобы вы не перевернулись вперед. На этом все. Я уверен, эта информация была вам полезна. Смотрите следующий урок. Как правильно делать повороты с перекантовкой.